Всем привет, меня зовут Софа, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня покажу все раскрашенные работы за последнее время. Это месяц ноябрь, декабрь, январь и две картинки февральские будут. По-моему, в феврале, да, были раскрашены. Работ не так много, но все же чуть-чуть набралось, и у меня есть чем поделиться. Поэтому давайте начнем. Может быть, кто наблюдает мои видео уже давно, поняли давно, что это моя самая любимая раскраска, что я планирую ее закончить, не знаю в течение какого времени, но то, что я ее до конца раскрашу, это 100%. И здесь у меня вот такая работа, это цири и овалах. И на самом деле я ей не очень доволена, я считаю, что нужно было выделить на нее чуть больше времени и доработать, если можно так сказать. Сейчас уже я, естественно, не буду ее переделывать, пускай будет такая, как и есть. Здесь я раскрашиваю дроунгами в основном, вот ее и овалах. Единственное, на его одежде использовала один синий карандаш от призм, потому что мне по тону дроунги не совсем подходили по цвету, то есть на то, что у него там на референсе, какая у него одежда по цвету. В общем, я решила немножко разбавить такую однотипную палитру. На фоне здесь акварель, это Ван Гог сумеречный, зеленый, а небо это просто какая-то мешанина, видимо, я уже не вспомню. Давайте поближе вам покажу. Ну, волосы было очень сложно раскрашивать, на самом деле, потому что дроунги, они такие жирноватые, карандаши все-таки. Вот, мелкие портреты тоже мне даются с трудом. Вот, ну, в принципе... А, еще вот эти вот все магические отблески я раскрашивала аквамаркерами, которые у меня все, естественно, протекли. Но здесь не страшно, но здесь бумага плотная, односторонние иллюстрации, поэтому можно вообще использовать абсолютно любые материалы. Вот, аквамаркеры, они везде протекают, они у меня даже на акварельной бумаге протекают, потому что, ну, я не знаю, почему на самом деле, мне кажется, что очень много пигмента, поэтому... Вот, такая, знаете, иллюстрация. Следующая картинка, фраз, краски, заколдованный лес от Ханны Карлсон. У меня российское издание. Бумага непонятная. Кажется, что где-то она одна, где-то другая, или, может быть, разные стороны одной и той же бумаги. Вот, потому что, например, здесь у меня немножко протекло. Где-то я еще раскрашивала... Вот, вначале я делала тест тоже акварелью. Видите, как она красиво, во-первых, легла, как будто грануляцией. И абсолютно ничего не протекло. То есть здесь как бы видно, что я воды много использовала. Вот, ну, как будто не везде бумага одинаковая. Но в общем и целом это все же лучше, чем бумага в старых книжках Ханны, в российских изданиях. Но это чуть получше все-таки, как ни крути. Вот здесь я раскрасила вот таких вот мышат с феечкой. Это у нас был совместник на... По-моему, просто совместник. Хотела сказать, ну, марафон на какой-то, но что-то не вспоминаю, что мы красили в октябре. Ой, это было в ноябре. Вот, я решила изобразить здесь ночное небо дождливое. И очень мне понравился этот референс, который я использовала для грибов. Но я его использовала не столько, чтобы раскрасить мухоморы, сколько просто какую-то почерпнуть идею, как можно все это обыграть. И там вот как раз была ночь на фотографии. Ну, это больше как арт какой-то. И вот этот вот, получается, низ на грибочках был как будто подсвечен. Вот я решила что-то похожее изобразить. По-моему, получилось очень уютно вот именно на фоне вот этого дождя. Вот эти вот подсвеченные мухоморы. Вот, ну и мышата. Мышата, кстати, мне в последнее время очень нравится, понравилось, точнее, раскрашивать акварелью мышей Ханиных. Потому что, ну, они такие пушистые и в то же время нереалистичные, что их не хочется раскрашивать как будто бы настоящая шерсть. Вот как будто плюшевые какие-то игрушки. И вот так акварелью получается, мне кажется, прикольно вообще. Вот. Капельки, кстати, я интерферентами делала. Очень классно. И в глаза не бросаются они, и в то же время их видно. Так, следующая картинка. А, это, кстати говоря, всё, что я раскрашала в декабре. Дальше у нас опять Ведьмак. Но уже другая иллюстрация. Это Веральд и Йеннифер. Я их раскрашивала маркерами. И здесь, пожалуй, самая неудачная картинка в этой книжке для меня. Потому что я сделала её вообще, на удивление, быстро. Как будто куда-то отторопилась. Но на самом деле это связано с тем, что я здесь экспериментировала. И мой эксперимент как бы мне не удался. Вот я раскрашивала маркерами. Я решила попробовать здесь набор китайских маркеров для раскрашивания кожи. Ну, вот видите, как они ложатся. В принципе, их растушевать даже блендером не получилось, который там же в наборе идёт. Вот и Йеннифер вообще как будто просто в солярии пересидела. Такая вся какая-то пятнистая, красная. Он ещё более-менее. Но и то это потому, что у него очень много рельефов, всяких мышц. Поэтому смотрится нормально. Если бы у него была более гладкая кожа, наверное, у меня бы не получилось раскрасить лучше. Вот. Ну и доработка карандашами. Здесь практически всё раскрашено маркерами. Просто такие небольшие заливки, скажем так, маркерные. Вот. Ну, это был такой эксперимент. Чтобы раскрашивать маркерами дальше, мне... Я не то чтобы расстроилась, мол, это не мой материал. Просто я им не так много раскрашиваю. Поэтому для этого нужен опыт. Для каких-то дальнейших попыток раскрасить что-нибудь маркерами. Просто нужно больше тренироваться. Наверное, вот так. Вот. Потому что маркер – это такой материал, конечно, своеобразный. Вот. Дальше у нас идёт Escape to Christmas Past. Декабрь был у меня такой... Я прям вот много раскрашивала по сравнению с ноябрём. Здесь я раскрасила такой шарик. Но, на самом деле, оленя я тоже раскрасила в декабре. Просто его не планировала изначально красить. Просто я раскрасила шар. Это первая картинка была вообще в этой раскраске. И мне очень понравилось вообще раскрашивать здесь вот эта кремовая бумага. Вот эта атмосфера, эти раскраски. И, в принципе, рисовка. Что я хотела что-нибудь ещё раскрасить. Вот. Но чтобы особо не размахиваться на какую-то, ну, большую, скажем, картинку детализированную, я решила просто сделать такой разворотик. Раскрасить этого оленя. А здесь я раскрашивала призмами и куашью белой. Ну, это такой быстрой... Быстрая достаточно работа. Я буквально там за полдня её раскрасила. А вот с этой картинкой я уже подольше сидела. Вот. Потому что много очень деталей. Я не знала, что делать вот с этим, например. Как листья раскрасить. Вот. Но идея с фоном, конечно, пришла сразу. Вот эти вот блёстки. Видно их? Нет, интересно. Вот издалека. Близи-то видно. Ну, типа... По талии. Я приклеила на гель с блёстками. Сначала гелем сделала, а потом сверху, пока ещё он не высох, вот, прилепила кусочки фольги. Потали, кусочки потали, да. Вот такой олень. Получился разворот зимний. Вообще, эта раскраска мне очень понравилась. И, конечно, жалко, что звуком вот такая вот проблема. Я не успела купить себе все раскраски иллюстраторов Good Wives and Warriors. Я бы взяла себе Алису и взяла бы Волшебника страны Оз. С удовольствием вот именно такие, с кремовой бумагой. Думаю, может быть, где-то в другом не скажу. Побег в мир Шекспира у меня есть. Ну, что-то мне там не очень. Ну, конкретно вот то, что это наше издание. Бумага кремовая, конечно, очень придает атмосферность иллюстрациям. Следующая картинка в Амарантии. Должен был быть совместник у нас, но так сложилось, что я одна выложила эту картинку. Ну, ничего страшного. В следующий раз обязательно что-нибудь раскрасим вместе. Здесь акварель на фоне и практически все раскрашено призмами. За исключением волос. На волосах я использовала более жесткие карандаши. Это полихромосы черные и еще какие-то два или три карандаша. Ну, и зимородки вот такие вот. А бусины раскрасила по видео. Кейлос калоринг. Так, очень мне нравится, как они смотрятся здесь, на этих висюльках. Вот я когда ее закончила, мне очень захотелось что-нибудь еще у Анастасии раскрасить. Ну, я пока еще не выбрала. Так, следующая картинка была у нас тоже совместником по палитре. Мы раскрашивали с девочками иллюстрацию. То есть, ну, цель, как бы, идея совместника была не одну картинку раскрасить все вместе, а по одной палитре. У меня была прогулка, моя прогулка по временам кода. И на самом деле это было очень сложным испытанием. Вообще, в принципе, раскрашивать по палитре. Это достаточно сложно. Вот, потому что тебе нужно заранее отобрать карандаши, которыми ты будешь раскрашивать. Но в обычной практике я так не делаю. Поэтому, конечно, это было сложно. Но у меня было немного карандашей, поэтому справилась я быстро с этой картинкой. Я в основном здесь раскрашивала полихромосами. Вот, они очень хорошо подходили, именно которыми есть цвета под палитру. Какие-то брала лиры, по-моему, серые. Гуаши здесь. И, ну, основной цвет, конечно, это индигу. Индигу. И какие еще брала? По-моему, брала берлинга металлический, который у них вот такие вот приглушенные, приятные цвета. Тоже какой-то темно-синий. И такой красновато-коричневый тоже оттуда же брала. Вот. Ну, конечно, такой вот конечный результат красивый. Придали вот эти вот снежинки, точечки вокруг облаков. Это все прям разбавило серость этой палитры, этой иллюстрации. Вот. И, на самом деле, было сложно. Да, я была какими-то моментами вообще недовольна, что получается. Но конечный результат меня удивил. И, на самом деле, это смотрится очень красиво. И в том числе, потому что одна гармоничная такая палитра. Вот такая иллюстрация. Дальше у нас идет... А, вот эту зиму я раскрашивала в январе уже. И следующая картинка февральская. Я ее закончила прямо в начале февраля, но планировалась она, конечно, на толке на январь. Пусть раскрашенной, но я не успела ее с хэштегом с этим выложить. Ну, да и ладно. Вот такой вот голум. Здесь я тестировала новые карандаши. Дервент Проколор. Ну, я ничего не могу сказать пока что про них, потому что надо хотя бы на нескольких бумагах испробовать их, чтобы делать какой-то вывод. Но вообще, в принципе, палитра мне очень понравилась. Я потом обязательно сниму отдельное видео на обзор, выкраску покажу. Вот. Здесь я использовала для фона мелки Лира. Растушевала их блендером, потому что... Ну, вообще, в принципе, здесь просилась прям рука что-нибудь такое акварельное залить, но бумага не очень, поэтому я не стала рисковать. Просто раскрасила все вот таким жирненьким слоем мелков и растушевала это все. А вот, как я поняла, здесь у него колечко в руках. Ну, вот такая вот морочноватая картинка получилась. Прям вот февральская такая, морозная какая-то, неприятная. Как и погода за окном. Чуть-чуть я индиго добавляла, по-моему, вот на его теле. Ну, это просто дело привычки. Там, на самом деле, в проколорах и без индиго очень много красивых и глубоких оттенков. Следующая картинка в книжке великие женщины, которые сменили мир. Зачем я купила эту раскраску, не знаю. Я помню, как я еще ее ждала. Она у меня опаздывала, на Вайл Перес долго не приходила, и я прям ее ждала, как бы не знаю что. В итоге начала я ее только в феврале, хотя летом, по-моему, я ее купила. Ну, ладно. Здесь такие сложноватые портреты, скажем так. Не знаю, дальше буду ли я по повязку их красить, либо выборочно. Посмотрим. Много интересных, вообще, в принципе, фактов, моментов в этой книжке. Даже просто прочитать ее очень интересно. Ну, и последняя работа, которую я закончила буквально вчера в книжке «Август Ревери». Тоже начала ее вот только-только сейчас. Покупала ее то ли в сентябре, то ли в октябре, то ли в сентябре, то ли в августе. Ну, здесь очень красивые картинки, конечно, но бумага достаточно тонкая. Здесь я раскрасила на наш февральский меофон по большим кошкам вот такого вот гепарда. Использовала здесь в основном карандаши Дели для шерсти, для цветов. Но для цветов еще использовала пару цветов полихромосов. и для веточек тоже зеленых. Вот. И раскрасила камушки вот так вот. Классно по мастер-классу Екатерина Жунасбаевой. Ее на жуков раскрашивала по мастерам, потом карандашами. Очень классно получается. Вот. Думаю пока еще сделать фон или нет. Считать ли эту картинку законченной. Либо оставить так. Пока не знаю. Думала, может быть, какой-нибудь такой подтону подходящий фон одной заливкой сделать. Куашей, например, или маркером каким-нибудь. Вот. Потому что к ним, в принципе, одностороннее. Тут разницы нет. Но я пока еще только думаю. Вот. В принципе, на этом все. Ну все. Буду с вами прощаться. Благодарю вас всех за просмотр. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok